Ирбулзан, пусть ланаччанебурнащт, хавастла, илемля, аван! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Международный оперный фестиваль И сегодня у нас снова в гостях Участники этого фестиваля Сегодня у нас в гостях заслужены артистка Чувашской республики Маргарита Финагентова И Саид Габечия, доброе утро Доброе Ну, как ваше настроение? Как вообще настроение на фестивале у участников? Участники фестиваля вообще просыпаются так рано? Или я заставил вас сегодня Немного понервничать и попереживать? Вы заставили нас понервничать Ну, уж извините, но очень интересно Про фестиваль узнать Подробности, как он вообще проходит Сколько дней уже идет фестиваль, Маргарита? Так, ну, у нас открылся 17 ноября То есть уже неделю плотненько мы так занимаемся Что уже успели показать Чебоксарскому И не только зрителю на фестивале? Да, ну, во-первых, у нас прошло две премьеры Царской невесты разными составами Грандиозная работа, которой мы полгода занимались Все готовились Премьера прошла, слава богу, все было замечательно Всем понравилось, мне кажется Не зря мы столько работали, столько сил в это вложили Потом, значит, у нас были выездные концерты в районные Это Батарева Это в Урнары В Урнары даже весь оркестр у нас поехал Солисты Вот, значит Сегодня у нас предстоит тоже очень интересный вечер Вечер памяти Посвященный Дмитрию Хворостовскому Где у нас будут участвовать приглашенные солисты И один из них сегодня находится рядом с нами Очень хорошо Ну, Саид, давайте знакомимся поближе С Маргаритой мы знакомы С ее творчеством и с ее талантами Ну, Саид, давайте знакомимся с вами поближе Саид, скажите, пожалуйста, откуда вы родом? Я родом из Абхазии Учусь сейчас в Венской консерватории Вот, приехал специально на фестиваль Михайлова Я очень рад, что я буду петь именно в вечер памяти Одного из своих любимых баритонов В вечер памяти Дмитрию Хворостовскому Для меня это очень важно И я когда получил предложение Я с удовольствием, конечно Сказал, что обязательно приеду Для меня это очень знаково Не раздумываясь, сразу же согласились Ну, Саид, расскажите, пожалуйста Как вы, молодой, талантливый Подающий надежду человек Попали в Венскую консерваторию Я так понимаю Это, ну, достаточно тяжело Или... Ну, расскажите про это, пожалуйста, Саид Ну, у меня была хорошая подготовка Я обучался в Российской академии музыки имени Гнесиных В классе у народной артистки Ирины Долженко Солистки Большого театра Вот Так что у меня хорошая профессиональная русская школа Для вас это было не сложно? Ну, честно говоря, нет Честно говоря, нет Каково это учиться за рубежом? Мне очень нравится учиться Немножко различная, разумеется, методика преподавания И обучение, и так далее Вот, и я очень рад, что я сумел как-то несколько... Множество школ вобрать в себя Это очень важно для... Для... Только очень положительно Потому что, извините, русские певцы Поют во всем мире И они очень востребованы Потому что это, откровенно говоря Совершенно другого качества певцы Певцы Другого... Совершенно иного качества Голоса А не возникает ли во время обучения Голосовых, так скажем, преград Не голосовых, языковых преград Или язык, искусство, он един для всех? Он, конечно, един, но... Разумеется Честно говоря, сначала было очень сложно Это, правда, преграда Потому что ты, вроде бы, естественно, изучал немецкий Перед тем, как поехать Но когда ты приезжаешь туда Ты понимаешь, что ты не знаешь языка Вот И какое-то время на адаптацию пришлось потратить Такого Это достаточно сложно Тут вот скрывать не стану Ну, когда, как вы уже сказали Язык искусства, он един для всех Я думаю, воспользовавшись знанием этого языка У вас все получилось И вот вы сегодня у нас здесь, в Чебоксар Вы вообще в первый раз, Саид, в Чебоксар? Да, я первый раз Ну, как вам город? Давайте расскажем Я еще не успел Листите нам Я уверен, что это потрясающе прекрасный город Сегодня я обязательно его посмотрю Просто я с самолета И к вам утром, собственно, вставлю тоже А, вы только сейчас вот приехали? Ну, я совсем недавно, я ночью прилетел Все, ну, тогда, Маргарита, я думаю, Саида Вы обязательно познакомите Ну, конечно Покажете ему чувакское гостеприимство Да и культурную программу для Саид Да Маргарита, можете ли вы рассказать Немного поподробнее про сегодняшний вечер Про вечер памяти Дмитрия Хворостовского Что ждет зрителей сегодня в театре оперы и балета? Да, сегодня у нас будет очень интересный концерт Сегодня даже вот вчера у нас была репетиция Я давно не помню таких концертов, чтобы у нас они так проводились У нас очень красиво оформлена сцена Я давно не помню, что мы проводили репетицию перед концертом Нет, нет, нет Нет, что вот именно такого плана То есть уже у нас как бы вчера была такая насыщенная репетиция Это уже как концерт Хоть без приглашенных наших гостей, солистов Вот, очень красиво оформлена сцена Оркестр будет на сцене Очень красиво оформлено свет У нас так необычно даже все Художественное оформление Да, да, художественное оформление сегодня очень красивое И, конечно же, сама программа Программа посвящена в основном творчеству Хворостовского То есть все его знаменитые арии, ансамбли И очень много отрывков из тех опер, в которых он непосредственно пел Вот, сегодня участвуют наши ведущие солисты Наши, это Татьяна Проченкова, Михаил Журков, тоже любимец публики Иван Снигерев и Алексей Петров Это наши, наш костяк такой На которых самая большая нагрузка в театре Вот, и также сегодня, вот здесь буклете нет Но у нас сегодня еще приглашенные из... Еще есть женские голоса Это Ахметова, если не ошибаюсь, это из Уфы Башкирский театр, вообще с великолепным голосом Вот, то есть сегодня... Проекта Чистенеца тоже будет запхазить Альдонатскую Вот Да, совершенно потрясающая сопрано Участница шестого голоса, кстати Проекта голоса Да, да Ну, в общем, многообещающий вечер сегодня Да Ну, раз уж у меня появился такой вопрос Вечер памяти Дмитрия Хворостовского Можете ли вы, Маргарита Саид, сказать нам Какие у вас самые любимые, может быть, партии из творчества Хворостовского Или есть ли такие? Есть, конечно, очень много На самом деле, вот немножко отклоняясь от темы именно оперного искусства Я сегодня представлю две неаполитанские песни Известно, что Дмитрий Хворостовский очень много пел неаполитанских песен Очень много пел песен военных лет Вот И это, кстати, мне очень ближе И мне очень близко Близко его исполнение камерной музыки Вот Это, наверное, даже больше Мне больше нравится, чем какие-то оперные партии Что там Это очень мощно Маргарита? Ну, да, конечно, вот Тот концерт военных песен, который был в его исполнении Это, наверное, действительно такое впечатление Еще с тех пор осталось, что до слез пробивает Как он это все проникновенно Все это пережил, все эти В каждой песне у него было целое такое представление Мини-спектакль Темная ночь Наверное, только в голове, только в Ростовске звучит Аранжировки даже оркестровые сделаны совершенно Да, да, это тоже, наверное, он приложил к этому определенные В общем, настоятельно рекомендуем зрителям сегодня посетить Спасибо большое После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор О 29-м международном оперном фестивале Который проходит на данный момент в Чебоксарах Который проходит на данный момент в Чебоксарах Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз доброе утро, уважаемые телезрители! Напоминаю, сегодня у нас в гостях участники 29-го международного оперного фестиваля, который проходит в городе Чебоксары, это Маргарита Финагентова и Саид Габеча. Еще раз доброе утро вам! Вот такой вопрос у меня появился. Всегда было интересно. Артисты, которые участвуют в постановках, в спектаклях. Я просто знаю то, что даже в прозе тяжело сыграть какую-то роль, выучить текст, а тут вам приходится не только показывать свои эмоции, но еще и петь, еще и голосом играть. Какие отличия от прозы, от классических, от драмы, от постановок в опере? Что вы можете сказать про это, Саид? Международным проще. У нас есть музыкальный материал, и мне кажется, нам не приходится прям вот как-то само все ложиться на музыку, да. Вот у меня, по крайней мере, так. Ну, а был опыт участия? Если это не немецкий текст, то надо учить. Есть с чем сравнить? Участвовали, может быть, в постановках? В спектаклях, конечно, да. Вот в Гнесинке участвовал, у меня есть фестиваль свой в Абхазии, у нас была там богема этим летом, ставила ее Мария Тихонова, режиссер Красноярского театра оперы и балета, под сопровождением национальной гвардии, симфонической оркестры национальной гвардии Российской Федерации. Вот. А в этом, в мае был спектакль «Умнимая садовница Моцарта» в Вене, вот, с камерным оркестром. Так что да, много всего. Что вы думаете по этому поводу, Маргарита? Ну, опера – это вообще, конечно, очень сложный жанр, там действительно приходится… Нам легче, да, в том плане, что мы отталкиваемся от музыкальной стороны. То есть мы знаем свою музыкальную составляющую, и на нее мы уже нанизываем наши все вот это, артистические наши всеспособности, наполняем драматическим искусством музыкальную эту линию. Вот. Но все-таки в приоритете нам сначала нужно все выучить и спеть, а потом уже все сверху. И вот тогда вот это, когда это все наработано, когда все это, образ по Станиславскому там прожит, созрет, так скажем, тогда уже эффект получается такой очень, ну, сильный. Угу. А у меня сейчас появился интересный вопрос, он может быть даже странный, если на самом деле такой, вы можете не отвечать. Помогла ли вам хоть раз, может быть, была такая ситуация в жизни, ну, ваши таланты, так скажем, ваши голоса, возможно, где-то вам пришлось проявить, вот, не знаю, как вот объяснить этот вопрос. Помогли ли в жизни вам ваши таланты? Может быть, где-нибудь в очереди вам пришлось там пропеть что-то? Я не знаю, я не знаю. Бывло ли такое, Маргариты? Ну, наверное, вот прям вот, чтобы вот спеть где-то, ну, вот я такого тоже вот не могу вспомнить, но когда вот людям, а вы кем работаете? Оперный. Спойте, да. Певица. И все так сразу вот сначала вот это такое вот как-то переваривают это все и совершенно другое отношение. Наверное, следующий вопрос. Спойте, что ли? Ну, спойте. Наверное, ну, я, по крайней мере, так к этому отнесся. Ну, нет, а все время приходите в театр. Нет, мы просто так не поем. Там я для вас исполнил. Да, да, приходите в театр, все услышите. Саид, а как относятся незнакомые люди к тому, когда узнают, что вы оперный певец? У них меняется отношение к вам? Отношения я не знаю, как бы, но выражение лица точно меняется. Я не знаю, почему такая реакция сразу. Это, ну, хотя, в принципе, я понимаю, что это элитарное искусство. И, в принципе, для простого человека, может быть, не совсем так понятно сразу. А для нас, конечно, когда мы занимаемся с ним каждый день, да, абсолютно нормально. Рутинно даже. Ну, может быть, это связано все со стереотипом, потому что, ну, вот даже у меня сложился такой стереотип, то, что, ну, мужчина, по крайней мере, оперный певец, мужчина, это такой взрослый, бородатый, толстый, обязательно, ну, большой, да, скажем. На самом деле, мне кажется, что это, это, конечно, никак не связано, потому что вы можете быть и очень худым, и петь, и не нанесли. Ну, собственно, вы этому и подтверждение. Нет, нет проблемы. Мне кажется, это, вообще, в принципе, певец теряет пару килограмм за спектакль. Да. За один спектакль. Да, 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 потому что физически... Это нормально. И поэтому я думаю, что после спектакля ночью, там, пиршество... Калории нужно... Да, восполнить. Да, я думаю, что это как-то связано с этим. Ну, вот опять-таки, по поводу стереотипов, я тоже где-то слышал, где-то читал, то, что вот оперный певец обязательно должен быть, ну, наверное, с животом, так скажем, потому что там диафрагма, это все дыхание. Это правда или все-таки это заблуждение? Ну, как бы у вас и без живота диафрагму никто не отнимет. Вот. Я считаю, что это заблуждение абсолютно, потому что, ну, как бы работают определенные мышцы, ну, как бы они есть и с животом, и без живота. Да, это особенность человека просто, на самом деле. Ну, оперный певец просто физически должен быть очень таким здоровым, сильным, крепким, потому что... Это правда. Да, это как танцор, это тот же физический... Мы очень зависим от своего состояния. Например, если мы не выспались или что-то у нас какие-то проблемы, чуть-чуть со здоровьем, что-то начинается, заболеваешь, уже все, ты уже полноценно работать не можешь. Там уже только вот все какие-то ресурсы организма достаешь, и уже потом надо восстанавливаться после этого. Ну, самый главный ваш инструмент – это голосовые связки. Ну, естественно, да. Поэтому можете ли вы нашим телезрителям сейчас дать пару секретов, пару советов, как в такую холодную зимнюю пору остаться с голосом, не потерять его? Вообще, что нужно делать по утрам, чтобы взбодриться, потому что я смотрю на вас, вот такие бодрые стоят вообще с самолета, не спал всю ночь, и в бодром расположении духа. Пару секретов. Ну, только не пользуйтесь стереотипом о сырых яйцах у малёта. Это номер один, топ-один. Это как из того фильма просто, это никак не связано. Ну, не знаю, я не знаю, мне кажется, просто… Ну, теплее отживаться. Ну, да, в принципе, можно теплее. Вот и всё. Мне кажется, просто правильное как-то рациональное использование своего голоса и своего организма, в принципе, приводит вас к нормальному здоровому состоянию. Вот это, мне кажется, самое главное. Маргарита? Да, наверное, каких-то прям вот чётких рецептов нет. Просто каждый ведь человек приспосабливается и ищет. То есть надо получать удовольствие от жизни, надо радоваться жизни. Вот утром проснулся, выпил чашечку кофе с какой-нибудь вкусной конфеткой, и всё, и ты уже готов на подвиги. В общем, даже не то, что физическое здоровье, да? Да, да, чисто вот эмоциональный хороший… Нет, физическое, мне кажется, очень важно тоже. Ну, а как? Ну, здоровым теле здоровый дух, как говорится. Поэтому тут надо соблюдать болванц, наверное. Да, да. Спасибо вам большое, Саид, Маргарита, что пришли к нам сегодня в гости. Разбудили сегодня наши телезрители. Ждём ещё раз всех сегодня в Театре оперы и балета на 29-м международном оперном фестивале. Сегодня вечер… Да. Дмитрий Хворостовский. Мы ждём вас, дорогие друзья. Приходите, пожалуйста, будем рады. А гала-концерт фестиваля? 1 декабря. 1 декабря закрытие, торжественное закрытие нашего фестиваля. Поэтому, уважаемые телезрители, если вы хотите насладиться воочию, лично, творчеством, голосами Саиды и Маргариты, то ждём всех вас на оперном фестивале. Спасибо вам большое ещё раз, уважаемые телезрители. Наша передача подходит к завершению. Всем хорошего дня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»